Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Физика 7 класс. Параграф 15. Какое движение называют равномерным? На рисунке мы видим на тележке установлена капельница. Через равные промежутки времени из этой капельницы капают капельки, оставляя след на столе. Если расстояния между капельками будут равные, такое движение тележки можно считать равномерным. Потому что тележка за любые равные промежутки времени пройдет одинаковые пути. За первую секунду движения, за вторую секунду движения она пройдет одинаковые пути. И за третью такой же путь, и за четвертую. То есть за любые равные промежутки времени тележка проходит одинаковые пути. Это и есть определение равномерного движения. Если тело за любые равные промежутки времени проходит равные пути, то такое движение называют равномерным. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, то следите за новостями сайта OnlineGDZ.net в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал OnlineGDZ на YouTube.